Спасибо. 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 Надеюсь, что вы принесли смотреть все. Ну, собственно, понимаете, тут дело в том, что как раз мы соединили первую часть и вторую то самое, о чем хочу рассказать. Первая часть – это метафизика разрушения. Вторая часть – это метафизика созидания. Все, что ему приходится в результате пройти. Ну, и все равно, как раз вот соединение этой личной драмы и этого счастливого безногого солдата, который вот это такое… только тогда, когда ты имеешь возможность сравнить, как замечательно сказано, что бытие только когда ему грозит небытие. И вот это небытие, которое грозило этому солдатику или его отсекли ноги. оно… и думаю, что как раз это и есть основа, которая мне лично очень интересна и важна. Как бы прорастает вот этот мач, эта сила, этот дух, который в общем-то зиждется на любви и на прощение. На любви и на прощение. Ну, собственно, я свою задачу выполнил сегодняшний день, уже не знаю, что вы, наверное, в твоих условиях думаете. но мне было… вряд ли дело даже не в вопросах, которые задают, а дело в энергетике, которую существует сзади. Я видел лица людей, которые… в которых было в какой-то степени важно то, о чем мы говорили, именно по профессии. «Потому что способность, то есть что делать, дает вам Бог, родители и все, так сказать, что вас окружает. А вот как делать? Что такое смех или слезы? Когда режиссер говорит артистному столбику, у тебя кто-то говорит, бабушка умерла, ну как ты плакал тогда? Как я плакал? А это все на всем диафрагмах. Это грамотно, правильно воспитанный диафрагмах. Это физиология. Но умноженная на ту самую школу, о которой мы говорим, это рождает тот сам Лего, о котором мы сегодня говорим. Ну, собственно, как у нас говорят на площадке, вот тут ботинки лежат и мячики. Это такое все, так сказать… Я представляю себе какое-то странное впечатление молодежи веков. Пара женского, мужской, мячик. Что-то такое неспространство. Ну, просто есть всякие упражнения, которые мы сегодня делать не будем. Анна Сергеевич. Да. Есть одна записка. Она такая, может быть, подведет черту, как и с рамповой, и, собственно, ее даст. Ну, если папа, мне кажется, она правильного поступления. Анна Сергеевич. Анна Сергеевич, когда приходит отчаяние, где вы черпаете силу? Ну, только веришь. У кого нет ничего. При том, что в блаженство верует тепло ему на свет. И тут дело не в том. Глянь, ведь можно после себя понять. Можно опять говорить о православии. Дело не в этом. Дело в том, что это действительно так. Ты не один. Ты не один. Замечательно сказал. Сейчас вспомнил. Замечательно сказал. Никогда не требуй справедливости у Бога. Ибо, если Бог был справедлив, Он бы не придал. Он оказал. Но, понимаете, еще какая-то штука. Потому что само отчаяние, оно принесет православие. Может быть, плохо, тяжело, испытание. Но к этому нужно относиться. Отчаяние и уныние страшные совершенно грехи. Уныние вообще. А уж для русского человека с его историей. Отчаяние были бы уныние. Все. Я думаю, где-нибудь так в веке в 13-м закончились. А вот это вот прорастание. Мне думается, что как раз ощущение того, что ты не один. И ощущение того, что не по силам Господь креста не дает. И замечательная совершенно притча о том, как человек пришел. Он говорит, курс, у меня такой крест тяжелый. Ну, замени, пожалуйста. Ну, тяжело где-то расходить. Ну, там можно какое-то другое делать. Он говорит, пойдем. Заходишь, когда бы там крест не снять. Он говорит, выбирай. Он просто начал примерять. Это вроде неудобно. Это длинно. Это коротко. Это все. Перед чем? О! Вот это как раз мне будет. Вот это ты с ним пришел. Поэтому я думаю, я думаю, что если есть внутри вот это осознание того, что не по силам Господь не дает, значит, облюсти. А у монахов таких уж настоящих там вообще замечательно. Он говорит, что Господи, ни войны, ни глад, ни мор, ни противника, ни болезни, ни наводнения. Господи, ты забыл нас? Потрясающе. Потрясающе. Потому что когда все хорошо. Знаете, вот когда все хорошо против человека, надо обникать, чтобы из него получилось. А так все равно он держит нормальный психиатр. Вот я и как бы беру пример. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.